МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем скоро в школах прозвенит последний звонок, и для 11-классников наступит один из самых важных в жизни моментов сдачи выпускных экзаменов. Уже более 10 лет в нашей стране вместо привычных устных и письменных школьники сдают единый государственный экзамен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению педагогов и психологов, большую часть ошибок на ЕГЭ можно отнести к категории случайных, сделанных из-за переживаний и неумений контролировать свои эмоции, а вовсе не из-за недостатка знаний. Стресс во время экзамена испытывают все, но можно помочь ребенку преодолеть его и научить справляться с волнением. Это в первую очередь самоубеждение. Кому-то оно помогает, кому-то нет, но попробуйте, и у вас обязательно все получится. То есть самоубеждение в том, что, во-первых, сказать себе стоп, стоп волнения, перестань беспокоиться. Это можно сказать вслух, шепотом, можно сказать про себя, кому как удобней. И сказать, что я учился столько лет, у меня знания есть, я сейчас успокоюсь, сделаю вдох, сделаю выдох, да, и можно, рекомендуется даже сделать таких 10 вдохов. То есть важно, чтобы вы сделали вдох, а выдох был в два раза длиннее по времени, чем вдох. То есть отдышаться. Во-первых, кислородом насыщается главной мозг, мы останавливаем эту тревогу, эти вот мысли, которые нам мешают, и уже беремся за то, что нужно сделать. Прием от влечения внимания также может помочь выйти из стрессового состояния. Внимательно осмотрите, сконцентрируйте свое внимание на окружающих вас предметах, изучая в деталях каждое из них. Обращайте внимание на их особенности и внутренне проговаривайте их для себя. Такой момент еще может помочь психологически – это перекрестное движение. Если есть возможность выйти из аудитории, прогуляться, ну хотя бы до туалета и обратно, то важно делать перекрестные шаги. Это помогает как раз левому и правому полушарик головного мозга взаимодействовать, и тогда мозговая деятельность, она начинает работать лучше. Несколько глотков воды также помогут справиться со стрессом. А если ребенок почувствовал, что у него трясутся руки, можно ненадолго закрыть глаза и представить что-то хорошее. Еще один момент – это постепенное мышечное напряжение и ослабление. То есть даже сидя за партой, ребенок может напрячь потихонечку, например, от ног до головы, например, кончики пальцев напрягает, расслабляет. Затем переходит это все к коленям, потом к бедрам, потом к кончикам пальцев. То есть сжать и разжать свои руки, сильно-сильно несколько секунд, потом расслабиться. Это, во-первых, помогает голове отвлечься, потому что мы сосредотачиваемся на своем теле и отвлекаемся от мыслей, которая все время крутится здесь. И уже пройдясь по своему телу, уже переходим к той работе, которая есть. Родители не меньше, а иногда и больше детей волнуются перед сдачей экзамена и зачастую передают ребенку свое эмоциональное состояние. Давит, излишне контролирует и невольно настраивает его на негативный результат. Очень важно во время подготовки к ЕГЭ оказывать постоянную поддержку выпускнику, давать ему понять, что каким бы ни был результат, он всегда может рассчитывать на вашу помощь и понимание.